Спортсмены для спортсменов. Каждый из строителей понимает, что и как именно нужно делать. Конструкции подняты над землей на 3 сантиметра, чтобы вода свободно проходила. Сделана вентиляция. Фанера пропитана специальным резиновым составом. И наметанный взгляд, где добавить, а где убрать. Николай Мироненко из Озерска, Челябинской области. В бригаде единомышленники из Москвы, Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя, Краснодара и Киева. Это был первый парк, который мы строили. Это было 8 лет назад. И когда узнали о том, что есть возможность дать ему реинкарнацию, мы ворвались сюда с огромным энтузиазмом. Отличается радиусами, отличается продуманностью построения линий для исполнения трюков. Конечно же, отличается технологиями, которые мы использовали при строительстве. Теперь он более защищенный и более надежный. Также мы продумываем такие вещи, как удобство и комфортность для жилья людей вокруг. Поэтому он стал более бесшумным. Добровольцы анапчане помогают прибирать территорию. На днях площадку осмотрел глава города и сделал замечание по этому поводу. Остались последние монтажные штрихи. На днях работу будет принимать специальная комиссия. Отставание от графика приблизительно на три дня из-за дождей. Плюс работа идет не на скорость, а на качество. У управления по делам молодежи на обновленный скейт-парк серьезные виды. В следующем году, именно к летнему времени, планируется открытие нескольких школ экстремальных видов спорта. Именно по BMX, экстремальный велосипед, скейтбординг и агрессивные ролики. То есть здесь планируется воспитывать наших молодых ребят, которые занимаются экстремальными видами спорта. Специалисты говорят, что оборудование прослужит не менее 10 лет. Чтобы не повторилась история с пожаром, скейт-парк будут охранять ночью. Днем здесь будут работать администраторы. Для посетителей его откроют в субботу, 22 октября.